Итак, Римлянам 11 глава. В прошлый раз Виктор рассмотрел 10 стих. И сегодня мы будем читать с 11 стиха до конца. Перед этим в начале говорилось об Израиле, о том, что их Бог не отверг полностью. Потому что, во-первых, сам Павел свидетельствует о себе, что я еврей, вот как доказательство, видите, я еврей, Бог меня не отверг, а наоборот призвал меня. И дальше он свидетельствует, приводит пример Ветхого Завета, когда говорит, Илья, великий пророк такой, думал, что он один остался. И Бог ему говорит, нет, есть еще 7 тысяч, которые не преклонили колени предвалом. И дальше Бог свидетельствует о том, что есть те люди, которые на протяжении всей жизни еврейского народа во все времена, есть те, которые верны Богу, и есть те, которые приняли Иисуса Христа и поныне принимают. И вот дальше он говорит, было два таких, и третий критерий, он говорит о том, что 7 стих, что же Израиль, чего искал, того не получил. В манускриптах, скажем так, в древних текстах, те, которые до нас сегодня дошли, то написано, что же Израиль, чего ищет, того не получил. То есть это продолжается, этот процесс, многие до сих пор ждут Мессию, они ищут. То есть по сути ждут, когда придет Мессия, но они того не получили. Почему? Потому что в свое время не приняли и сегодня не принимают. Но он дальше говорит, но избранные получили, хотя прочие ожесточились. И дальше читаем с вами с 11 стиха, давайте прочитаем до конца, чтобы мы весь контекст видели. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю сложение мое. Не возбожу ли ревность в родных моих по пути и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как ни жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же провозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломили, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь в благости строгость Божью? Строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслини и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О, бездна, богатство и премудрость и ведение Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки! Аминь! Итак, одиннадцатый стих. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак! Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Павел ведет диалог. Так как он пишет письмо, то он и пишет и от своего лица, и, скажем так, от какого-то персонажа, предвозвещая то, что человек может задать какой вопрос, он задает, скажем так, от их лица и говорит, «Неужели приткнулись, чтобы совсем пасть?» Потому что до этого он говорит, что вот, благодать, новое время, церковь. Перед этим сказано, что он пойдет к язычникам. И когда он писал послание к римлянам, он уже был служителем. Вот дальше он будет говорить в тринадцатом стихе «служитель язычников». И мог быть такой вопрос. Так все, у евреев нет никакого будущего. Только вот язычники могут спастись. И Павел объясняет, говорит, «никак». Еще интересно, что в греческих некоторых текстах написано здесь не «никак», а «да не будет так». То есть это еще длится этот процесс, что не будет такого, что все евреи, у них нет будущего в Боге, потому что они в свое время не приняли, Бог их отрекся, и теперь только церковь спасается, то есть только язычники могут спастись. Он объясняет, нет, не будет. И вот интересно, давайте прочитаем Исайю 49 глава, 5 и 6 стих. Здесь говорится об Иисусе Христе, который Исайя от лица Иисуса ведет диалог, то есть Бог Духом Святым говорит через пророка. И вот говорится так. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе». То есть Христос родился в плоти от Марии. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал, «мало того, что ты будешь рабом моим», что значит рабом, то есть служителем, тот, кому повелевает, и он идет и исполняет. И он говорит, что «мало того, что ты будешь рабом моим, для восстановления колен Иаковлевых, и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Уже в Исаии было пророчество о том, что наступит время, когда израильский народ, Господь его соберет. Исаия писал до того, как было уничтожено Северное Царство, но когда мы читаем внимательно Исаию, то мы видим, что он говорит о том, что оно будет разрушено, и сразу же Исаия говорит, Бог через Исаию говорит о том, что наступит время, когда Бог восстановит. И здесь этот текст говорит о том, что Иисус Христос пришел в плоти, стал служителем, служить Богу, он был послушным Богу до смерти и смерти крестной, для того, чтобы восстановить весь Израиль, и для того, чтобы язычники, то есть во все концы земли, люди услышали Слово Божие, могли принять спасение от Иисуса Христа. Но евреи, не все евреи, многие евреи не приняли Его как Мессию, хотя они должны были, потому что Писание говорит еще, с первых книг мы считаем о том, что говорилось об Иисусе Христе. Вот, например, тот же Исаия, 43 глава, 7 стих, ну давайте с 6, чтобы понять, о ком идет речь, с северу скажу, отдай и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. То есть из этого стиха мы видим, что говорится об Израиле, там еще другие стихи об этом всем говорят. То есть об Израиле. И дальше он говорит, 7 стих, «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил». Вот как Бог говорит об израильском народе, что они созданы для славы Божьей, они носят Его имя, они несут Его имя в мир, но они оставили Его. Они не приняли Его, из-за этого Бог их разослал по всему лицу земли. Мы по понедельникам уже прошли Осию, где говорилось о том, что израильский народ, он считал, что действует правильно. Они даже, когда пророк им говорит, Осия о том, что Бог накажет за ваши грехи, они ему дают контрагменты, говорят, как? Мы же входим в храм, мы приносим жертвы, мы действуем как так, почему, за что, за что, мы хорошо живем. Он говорит, нет, вы это делаете как одно из, то есть вы иногда приходите в храм и приносите эту жертву, хотя сердце далеко ваше отстоит, но всей своей жизнью вы прославляете ваших идолов. Вы идолопоклонники, и за это, говорит, будет разрушено все это Северное Царство, 10 колен, будет разрушено, Бог предупреждал не раз, Бог посылает пророков, Бог посылает в наше время миссионеров в разные города, поселки, в целые страны, и говорится о том, что Бог любит, Бог призывает, Бог есть Творец всей этой земли, и Он дал нам эту жизнь. Он не был в стороне, и сейчас хочет просто подружиться, Он дал эту жизнь, Он Отец Небесный, и Он видит будущее, и Он это будущее предвозвещает вам, и говорит, покайтесь. Евреи, люди, которые знали Бога, и говорили, нет, у нас все нормально, мы иногда приходим в храм, мы можем даже кадильницу там зажечь, можем жертву какую-то принести, как Христос говорил о фарисеях, приносят мяту и руту. У нас все в порядке, Бог говорит, нет, не в порядке, покайтесь. Христос свидетельствовал о том, что они убивали тех пророков, которые призывали их к покаянию. И дальше Осия говорит, и мы уже по истории знаем, что действительно с 732 по 722 год, за 10 лет 3 было переселения, 3 пленения, 3 нападения на них. Осирия переселила всех, кто там остался, осталось только, может, кто-то слабый, бедный, старенький, остались там, и вот потом они смешались с другими осирийскими народами, которые царь прислал на землю Израиля, и они стали называться самарянами. Но был уничтожен, Бог предупреждал много раз. Они говорили, нет, у нас все нормально. Наши славянские народы, если вы даже зайдете там в интернет и вбьете, ну, я имею в виду, наберете, наберете страну, любую нашу славянскую страну, и вы посмотрите, что там пишется, какая религия, пишется христианство. То есть, по сути, наши славянские народы называются христианами, но только называются, как евреи. И казалось бы, все хорошо. Кто-то иногда даже в храм приходил, кто-то какими-то методами, которые их научили, что-то там либо жертвовали, либо что-то ставили. Ну, все, я исполнил. На Рождество или на Пасху пришел, посвятил. Все порядок. Что от меня хотеть? Я все исполняю. Вот пример израильский народ. Они говорили, что все хорошо у нас в жизни. У нас даже священники есть. Хотя там уже в Осии Бог обращается к священнику и говорит, и вы нечестивые, вы тоже несете наказание. Вы первые, кто учит их греху. Вы не следите за правильной жизнью своего народа. Сейчас мы уже перешли, читаем Иоиля, где говорится о том, что этот народ, если не покается, Бог пошлет на них страшное наказание. И что интересно, вначале Бог говорит, что пошлет саранчу, которая принесет голод, сильнейший голод. Там написано, что такого голода даже не было никогда до вас. И дальше Он говорит, повествует, теперь, говорит, после этого вы расскажите своим детям, а дети пускай расскажут своим детям, что Бог сделал с вами, что был такой сильнейший голод от этой саранчи, что ничего не оставалось на земле, потому что вы грешили, потому что вы не хотели покаяться передо мной. И дальше говорится, что через время, если вы не покаетесь в будущем, вас будет ожидать другая саранча, но уже этой саранчой назван народ. И этим народом может быть и Ассирия, может быть и Вавилон, и может быть и Римская империя, которая впоследствии уничтожила Израиль как страну, и ту территорию назвали, чтобы даже упоминания не было об Израиле, назвали Палестино-сирийская. Вот оттуда и пошли эти названия. Но Бог предупреждает, Бог часто зовет, а мы думаем, у нас все хорошо. Мы иногда в церковь пришли, мы иногда пожертвовали что-то, что-то сделали. Но чистое ли сердце, познаем ли мы Бога искренне? Интересно, что в пророчествах, казалось бы, мы иногда к пророчествам, особенно к малым пророкам, так относимся, ну как-то, ну вот что-то было, там иногда что-то в символах, не все до конца поймешь. А там, если мы исследуем, мы видим, что Бог обращался к Израилю и говорит, вы знаете обо мне, то есть о мне вы что-то знаете, но вы лично меня не познаете. Нет диалога, нет отношений. И он призывал лично каждого знакомиться и иметь отношения с Богом. Это полезно каждому из нас знать. Вот такой вот был израильский народ, и мы сегодня тоже можем задаваться, почему Бог допускает одно, почему Бог допускает другое. И вот сейчас вот эта вот ситуация, в которой страдает не только один народ, но и другой, и все, кто всегда, во все времена, в войне всегда страдают все, несут потери все. И казалось бы, почему? Потому что вся слава принадлежит только Богу. И мы молимся, и мы молимся за то, чтобы если Бог допустил эту ситуацию, потому что в пророчествах сказано, что не бывает происшествия в городе, бедствия в городе, которое не было бы от Бога. Бог знает, Бог допускает. Но видно, вот это терпение Божье заканчивалось, когда люди говорят, все нормально. Нет. И мы молимся, чтобы сейчас в этой ситуации действительно Бог хранил своих детей, верующих людей, христиан, истинных христиан, но и также, чтобы и другие люди, возможно, в этой ситуации просто упали на колени перед Богом и покаялись. И это может ожидать, это быть в любой стране, в любом мире, что угодно может быть. И лично каждому из нас, если мы не меняем свою жизнь ежедневно, Бог терпит. Но может наступить момент, когда лично каждому из нас Бог прекратит терпеть, чтобы это стало примером для других. Сколько таких примеров в Библии? И мы задаемся вопросом, почему Бог допустил одно, почему другое? Почему Орна, коснувшись Ковчега Завета, он же хорошее дело сделал. Ну, представьте, если бы Ковчег упал на пол, ну, это же было бы хуже намного. Но Бог наказал, потому что он стал примером для всех. Бог показал, что Давид был неправ. Он неправильно сделал, не по Писанию, а так как он решил, он увидел и решил, что вот так служить Богу правильно, хотя есть Писание. Братья и сестры, мы часто тоже, каждый из нас пришел в какой-то церкви, каждый из нас учился, кто-то учил разные учители или братья и сестры. И вот что-то у нас формируется, и вот мы приходим своим мнением, своим представлением и думаем, что вот так как мы понимаем вот именно это истина. Давайте истину читать в Слове Божьем. Здесь все написано. Это было с израильским народом. И эта глава говорит об израильском народе, который не до конца обчитал Писание, который не до конца понимал Писание, хотя сказано в 7 стихе, что искали, но не нашли, потому что не верили, сердце было закрыто. И дальше Павел говорит, но от их падения спасение язычникам. Интересно то, что некоторые считают, что вот Бог специально сделал так, чтобы евреи, они упали, чтобы потом язычникам получить спасение. Но неужели Бог всесильный, творец всей земли в такой ситуации не мог бы придумать какое-то другое решение? Нет, мы видим наоборот, что часто даже в нашей жизни, когда мы поступаем неправильно, неправедно, и это приводит нас к каким-то результатам, но когда мы потом каемся, Бог нас уже с того другого места, Бог нам говорил, иди сюда, мы пошли вот сюда, как Иона, да, то уже вот в том месте, где мы находимся, Бог там действует. Бог сказал Ионе, иди в Ниневию, и он посел на корабль Фарсис. Но посмотрите, если мы читаем пророка Иону, мы видим, сколько людей было на том корабле, и как они упрашивали его, не хотели выбрасывать его в море, но когда выбросили, написано, они все принесли жертву Богу единому, Иона им рассказала, кто такой Бог, хотя у каждого был свой Бог, свои идолы. То есть, Бог и там подействовал. Так и здесь мы видим, что неверие Израиля, оно открыло дверь, то есть, оно послужило тем, что люди просто, что евреи не хотели принять в общей сложности, потому что многие ее принимали. Часть принимала, часть не приняла. И он говорит, из-за этого теперь открылась дверь язычникам. Как открылась? В Деянии есть три текста, когда Павел проповедует, то он с Варнавой был в 13 главе, потом в 18 главе он же сам был, и в 28 главе он говорит, три таких момента, когда он говорил, проповедовал евреям, но они не принимали его, и в одном месте он говорит, даже отрусил ноги, прах этот, и говорит, все, я иду к язычникам. И в три раза он говорил, что не принимали евреи, я пошел к язычникам, и мне было откровение, что я стал апостолом язычников, и он говорит, как Петру, дано Богом повеление, Иисусом Христом проповедовать среди евреев, теперь мне дано повеление идти к язычникам. Евреи не принимали. Куда приходили апостолы? Когда мы читаем книгу Деяния, мы видим, они в первую очередь всегда приходили в синагогу. Кто был первым покаявшимся? Это были евреи. Тысячи евреев каялись тогда в Иерусалиме после праздника Пасхи. Это были евреи. Апостолы проповедовали только евреям, и потом через некоторое время Бог послал им гонения, и они с Иерусалима все разбежались по всему лицу земли и начали проповедовать уже в разных местах. Но вначале это были евреи и приходили в синагоги, но евреи не принимали. И как это послужило язычникам? Апостолы, в частности Павел и с ним его сотрудники, они оставляли евреев и шли потом по всем городам к язычникам и приносили эту благую весть, и многие люди принимали. Читаем дальше. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, что за оскудение? Это неспособность. Просто у нас написано так. То есть неспособность была принять вот эту истину о том, что Иисус Христос из Назарета, тот, кого распяли, это и есть действительно Мессия. У них не было вот этой способности понять. Вот поэтому Павел и пишет, что их падение богатства миру, их оскудение, то есть неспособность принять эту истину, богатство язычникам, то тем более полнота их. То есть когда они покаются, когда они станут верующими людьми, стоит вопрос, как так? Ну тут понятно, мы уже разобрались, или знали о том, что они отошли и апостолы начали идти по всему лицу земли и проповедовать. Да, это действительно их отпадение стало богатством. Для нас богатство в каком плане? Богатство истины, вести благой, вести о спасении, потому что это самое драгоценное, сказано, что человек продал торговец этот все жемчужины и приобрел самую драгоценную. Это действительно спасение наше, это самая драгоценная жемчужина. Но что означает, то тем более полнота их. Как это может быть? Что произойдет, когда евреи вернутся? Как это понять? Вы знаете, естественно, вот эти примеры, которые мы там придумываем или сравниваем, они не могут в полной степени раскрыть истину Божию, потому что мы с вами уже прочитали, что это бездна богатства, человек не может своим умом постичь или языком объяснить. Ну вот просто пример, я вот рассуждал на разных примерах и вот на одном остановился. Например, в семье есть несколько детей. И вот пришло какое-то время, и дети по каким-то причинам подросли и решили просто уйти, оставили родителей, ушли, не сказав ни слова, просто ушли и все. И проходит время, возможно, даже несколько лет проходит. И вот такая ситуация, родители одни. Но есть другие дети, которые сироты, и родители принимают этих сирот. И официально их усыновляют, удочеряют. И официально эти дети уже становятся их детьми, они имеют полное юридическое право на наследство. И родители к ним хорошо относятся, потому что это уже их новые дети. Они их обеспечают, они дают им будущее, дают, они их любят, они им улыбаются. Но все равно где-то в доме есть комната или две, где жили дети их родные. Где есть какие-то вещи, которые никто не трогает. Где, возможно, в гараже стоит новая машина старшему сыну, которую тоже никто не трогает. И представьте, что будет, когда родные дети эти вернутся. Родители будут еще более счастливы, откроется доступ к этим комнатам, откроется доступ, скажем, к тому же автомобилю и так дальше. То есть, когда родные вернутся, это еще большее благословение будет для всех. А когда мы исследуем Писание, мы видим, когда это произойдет. В последнее время. Когда потом, очень скоро, за очень короткий период времени начнется тысячелетнее царство. В Исаии сказано о том, что со всего конца земли, даже те, которые когда-то были противниками евреев, и те из их народа, люди, которые уже будут верующие в тысячелетнем царстве, они будут хвататься за край одежды еврея, потому что говорит, с вами Бог, благословение. И написано о том, что они будут приходить все в Иерусалим, и целый город станет, как храм. И сам Иисус Христос там воссядет. Это будет сильнейшее благословение. И вот, когда этот момент наступит? Дальше 13 стих. Вам говорю язычникам, как апостол язычникам, и прославляю служение мое. Прославляю, ну, мы уже немножко поговорили о славе в самом начале. Действительно, Павел, естественно, не превозносил свое служение. Вот, вот мое служение лучше всех. Нет, ни в коем случае. Прославляю служение, то есть, я ценю свое служение, я считаюсь своим служением, я понимаю, что оно очень важное, и можно так сказать, я даже славлю Бога за мое служение, что он открывает истину язычникам. И дальше он говорит, не возбужу ли ревность в родных моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них. О какой ревности он говорит? Евреи, они воспринимали всех остальных людей нечестивыми. И действительно, большинство были нечестивыми. Хотя у них была возможность прийти и стать частью еврейского народа, выполнил некоторые процедуры, и дальше, живя по закону Божьему, и по сути, евреи даже и должны были им проповедовать, всем окружающим народам, они должны быть свидетелями Божьими для этих людей, но этого не делалось. И вот, они всех считали нечестивыми, они считали всех низшим обществом и так дальше. И представьте, когда у них откроются глаза, что те, которых они считали недостойными, они уже приняли мессию, того, которого все евреи искали, и, как здесь сказано, до сих пор ищут. И это может, когда вот откроется сердце их, тогда и откроется разум. И вот как вот эта вот ревность действует, что это должно было принадлежать нам, а Бог отдал другим. Я хочу тоже этого. Ну, я так, немножко уже даже по-детски говорю эти примеры, но что-то приблизительно на этом уровне об этом говорится. Вот какую ревность может это воздвигнуть в них. 15 стих. Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Ну, мы уже об этом поговорили. В первую очередь, жизнь из мертвой жизни, скажем так, духовной мертвой жизни, ну и в конце веков, в тысячелетнем царстве это будет также жизнь, когда воскреснут все праведники, для тысячелетнего царства. Дальше читаем 16 стих. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Начаток. Что за начаток? Это здесь он уже вспоминает примеры, которые всем были известны из Ветхого Завета, о том, что когда приносят первые плоды, то приносили их Богу, и особенно делались из пшеницы, скажем так, пшеница перемалывалась, делалась в муку, делалась лепешка, делалось тесто, делалась лепешка, лепешка готовилась, и потом эта лепешка приносилась Богу, посвящалась Богу, и сказано было, что теперь, вот они принесли что-то лепешки, вот столько, но вот это начаток, приносили начатки, самое начало, но из-за этого начатка, которое первое принесли Богу, Бог освещал все остальное, и вот он здесь говорит, если начаток свят, то и целое, то есть, все, принесли Богу вот эту вот часть, но первое, и Бог благословил всю остальную, и муку, и пшеницу, и тесто, все что ни было, уже благословено Богом, и Павел об этом говорит, если вот самое первое, самое важное, святое, то и чтобы там дальше не было, оно тоже имеет эту святость, Дальше он приводит пример, и если корень свят, то и ветви. Дальше о корне будет говориться и еще. И некоторые предполагают, что дальше, когда говорится о маслине и о корне, что корень питает, дает сок, что это и говорится об Иисусе Христе. Если в общем принимать, то да, здесь никакой ереси, действительно так и есть, что мы все питаемся от Иисуса Христа, от Бога, от Слова Божьего, это так. Здесь ничего плохого нет, все так и есть. Но по контексту этой главы здесь говорится о другом корне. Здесь говорится об этом начатке. И дальше говорится о корне. Если корень свят, то и все ветви. Что это за корень? Уже сегодня Богдан, первый стих, который прочитывал, он сказал, что в Аврааме благословятся все народы. Уже нет времени читать Галатам третью главу, но там очень четко описывается о том, что именно в Аврааме благословляются все народы, что именно Авраам, он и есть вот этим вот корнем или есть этим начатком. И как Бог пообещал Аврааму, что от семени его, именно от Исаака, а не от Измаила произойдет Христос, и дальше от семени его благословятся все народы, то Бог не меняет, не меняет свое поведение, не меняет свое обетование. И по тексту тоже говорится о том, что Бог, он верен своему слову. Раз он пообещал Аврааму, то он и исполнит. Я уже прочитывал из Исаии, что говорится, Иисус Христос пришел на эту землю, умер для того, чтобы впоследствии потом собрать весь Израиль и также дать спасение всему миру, всем народам, которые примут его свою жизнь. Поэтому здесь и говорится, что Бог обещал ему, вот, начаток свят, то и остальные. Здесь продолжается тема о том, что Бог не отверг всех евреев. Ни в коем случае, конечно, это же не говорится, что все они автоматически получают спасение. Иначе Павел говорит, что иначе зачем было бы тогда и трудиться. Я еврей от еврея, то есть из Вениамина и так дальше. Это не о том говорится. Здесь, естественно, идет личное покаяние каждого. Но он говорит о том, что Божье обетование исполнится. И в Коринфе нам сказано, что все праведники Ветхозаветные не получили того обетования. Хотя вошли в землю, но не все Авраам и Моисей не вошел. Но они не получили того обетования. Значит, говорилось о каком-то большем обетовании. Но говорит, они получат, но так, чтобы не без нас. То есть Бог еще допустил это время, чтобы и все другие верующие, вся церковь, также все вместе с Ветхозаветными праведниками получили эти обетования, которые начнутся в тысячелетнем царстве и продолжатся вечно в вечности с нашим Господом. Вот поэтому здесь и говорится о том, что Бог не отверг их. И у нас должно быть понимание об этом. Потому что есть проблема и было даже у многих верующих, особенно в Средневековье, когда евреи уничтожали и говорили, вот там крест несут на себя на шее. И я не только за католическую церковь говорю, и реформаторы, которые говорили, это вы распяли нашего Господа, вы убили Иисуса Христа и уничтожали евреев. И считали недостойными. На 6-м Вселенском Соборе, который тогда еще был Вселенский, тогда церковь была одна, которая называлась только Апостольская, еще до разделения. Было принято, что с евреем нельзя не то, что даже на одной улице находиться. Ну там целый список, что ни в бане, ни покупать у него ничего нельзя. Ну целое, много чего. И некоторые, скажем так, ортодоксальные церкви до сих пор придерживаются, говорят, ну вот же 6-й собор принял. То есть мы видим, как люди относятся, хотя называют себя верующим, но относятся к евреям, что они не достойны больше милости Божьей. Нет, эта глава нас учит о том, что есть у них будущее. И к ним точно так же, как и к нам, звучит призыв к каждому. И дальше просто уже нет времени, мы уже заканчиваем. Но мы прочитали тот текст о том, что, говорит, ты, дикая маслина, привилась к хорошему. Кто занимается садоводничеством, тот знает, что всегда хорошую веточку прививают, там или к дикой, или можно и к другим, но суть в том, что хорошее прививается к плохому, ну к дикому. А здесь, говорится наоборот, есть хорошее, а к нему дикое. В жизни нашей, кто попробует, вы никогда не сможете дикую привить к хорошему, плодовитому какому-то дереву. Оно просто сразу, ну не способно, Бог так придумал, что этого не может быть. А здесь он говорит, и дальше вот мы прочитали, что не по природе, вот не могу найти конкретный стих. Ну здесь говорится, что неприродно, то есть это неестественно так было, а Бог сделал такое чудо с вами, что неестественно, что дикое привилось к этому, к настоящему. Какой? 21. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость, да, и там, а вот, 24. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслини и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Интересно то, что они понимали, потому что они тогда занимались сельскохозяйственной деятельностью, и уже не раз они могли прививать эти маслины, и они понимали, что дикое не может привиться. Павел говорит, вы это дикое, вы дикое, и вы смотрите, какое Бог сделал чудо, что дикое привилось против всех законов. То представьте, что он может сделать с настоящим, с натуральным. Поэтому он говорит, не гордитесь, но об этом уже, если даст Бог в следующий раз. Теперь перед нашей молитвой, что мы можем с этой главы взять для себя. Но первое, что видим, что Бог верен своим обещаниям, что он как пообещал Аврааму, что его потомки, они будут иметь это обетование, вечную жизнь, иметь возможность быть в царстве, где сам Господь будет царем, Мессия будет царем в тысячелетнем царстве. И он это исполнит. Дальше мы видим, что Бог настолько милостивый и любящий, что даже когда люди грешат, но потом каются, или эти ситуации он использует для своего служения. Из-за того, что люди эти согрешили, мы имеем спасение. И в нашей жизни тоже так оно действует, что когда мы каемся, то Бог с того места, где мы остановились, дает нам дальше двигаться. И еще мы увидели о том, что все-таки мы должны молиться за евреев, потому что, к сожалению, мы уже не успели по времени, но там дальше говорится о полноте. О полноте Израиля, и дальше говорится о полноте язычников. Вот тут употребляется полное число, но в греческих текстах говорится полнота, отчисление речи. И вот очень интересно, что это за полнота, и что это за благословение, если евреи начнут принимать Христа в свое сердце из тех, кто еще не принял, потому что всегда есть те, которые верны Ему. Представьте, какие нас могут ожидать благословения. Если мы здесь каждое утро благодарим Бога за то, что мы живы, мы видим Его благословение и радуемся, то представьте, что Бог обещает, если и евреи больше и больше начнут принимать Христа в свое сердце. Поэтому давайте за это молиться, чтобы была эта полнота. А еще сказано, что когда сбудется эта какая-то полнота, о которой мы до конца не знаем, тогда придет Христос. То, чего вся церковь ожидает. Последние слова Библии, ей гряди Господи. Поэтому пускай нас Господь благословит. Давайте помолимся. Аминь.